Сейчас, в качестве некоторой такой вот швейц-разгрузки, глядя на этот ряд, докажем следующий замечательный факт. Число Е иррационально. Помните, корень из двух иррационально. Нельзя корень из двух представить в виде частного двух целых чисел. Правильно? Вы знаете, Пифагор доказал, есть страшные легенды о том, что после этого кто-либо ков порезал кучу. В общем, все эти ужасы потом и историки, и философы рассказывают. Так вот, оказывается, глядя на этот ряд, очень легко доказать, что число Е иррационально. А что это сразу значит? Это значит, что нет надежды написать, что Е, скажем, 274 тысячи. Нет, к сожалению. А, кстати, знаете число Е, помните? Дальше. Ага, сдаетесь? Ребята, на самом деле число Е совершенно замечательно. Оно замечательно тем, что оно помогает школьникам запомнить год рождения Ивана Николаевича Толстого. 1828 год. А также это число помогает запомнить углы равномерного племябольного племябольного. 45, 90, 45. Ивана Николаевича Толстого. Дальше, к сожалению, такого красивой легенды я не знаю, поэтому дальше я знаки не помню. Ну, разумеется, никакому нормальному человеку в вычислениях такое количество знаков не нужно. Реально, конечно, если вы помните вот то, что вы сказали, 2,7-х, это уже чаще всего достаточно. А вот если помните вот эти 1828, 1828, ну, что я сейчас сделаю для того, чтобы объяснить вам, что число Е иррационально. Понятно, что я буду обсуждать противника. Предположим, что число Е это отношение каких-то там вновь к нейтральному числу. Ну, например, А равентированно. А и В нейтральному числу. Замечательно. Е это А равентированно. Так вот, я сейчас сделаю очень простую вещь. Я обе части того равенства домножу на В-факториал. Все станет абсолютно понятно. В-факториал умножить на А разделить на В. Это значит у нас В-факториал умножить на Е да, пап? Ну, вот. Это что такое? Это В-факториал плюс В-факториал плюс В-факториал разделен на 2-факториал плюс b факториал разделить на b факториал, плюс b факториал разделить на b факториал, и так далее и так далее и так далее господа обратите пожалуйста внимание левая часть это целое число потому что б вот эти числа это все целые числа это единица а дальше вот поэтому я могу это целое число вот это минус это обозначить какой-то буквы c целое число и написать что это есть единица разделить на плюс единица деленное на плюс 1 и плюс единица деленное на плюс 1 теперь поймем следующую штуку что это меньше чем геометрическая прогрессия со знаменателем а мы с вами видели формулу для суммы геометрической прогрессы вспомните александр ханевич шинь там целую лекцию посвятил вычислял кто-нибудь не подскажет чему равна сумма или нужно повторять это не проблема повторить помните надо сумму обозначить какой-нибудь буквы умножить на б плюс 1 и посмотреть что там здесь итак кто отец опроса одна б плюс первая единица делить на б плюс 1 в квадрате единица делить на б плюс 1 в кубе и так далее чему эта сумма равна ну грустно придется ее обозначать буквой x и умножать на б плюс 1 поехали что такое б плюс 1 умножить на x это единица плюс одна б плюс первая плюс 1 разделить на б плюс 1 в квадрате 1 разделить на б плюс 1 в кубе и так далее проще говоря это 1 плюс x и так уравнение такое бx плюс x это 1 плюс x значит бx это что это? это 1 значит это у нас что? x единица деленная на ну замечательно вообще-то b у нас натуральное число смотрите какая у меня получилась превесть вот эта величина положительная при этом она целая что такое положительное целое число? это натуральное число, да? и при этом она меньше чем одна бетая бывает, чтобы целое число удовлетворяло таким условием целое число больше нуля и меньше чем одна бетая, где b натуральное число нет целое число, если оно есть, то оно не меньше единицы целое число, если оно положительное, то оно не меньше единицы а здесь оно меньше чем одна бетая доказал? доказал на самом деле про число е есть гораздо более интересное число е не только число е не только является иррациональным оно еще и не удовлетворяет никакому уравнению с целыми коэффициентами то есть оно является так называемым трансцендентным числом значит определение алгебраическим числом называется число, которое является корнем уравнения с целыми коэффициентами трансцендентные числа это числа не являющиеся алгебраическими так вот замечательная схематика доказал действительно замечательную красивую теорему что число е не только иррациональное но и трансцендентное доказательство использует довольно красиво свойства интегралов и, ну, знаете, поскольку вы еще абсолютно не привыкли к этим самым интегралам то вы никакой красоты не увидите и, в общем, что называется, чуть-чуть подождите когда вы, ну, что называется, с интегралами обыкнетесь и, соответственно, для вас это станет действительно красивым тогда не узнаете а вот иррациональность, как видите да, еще на самом деле легко доказать вот так же, как я сейчас сделал что число е не является корнем квадратного уравнения то есть вот для уравнения общего любой степени там нужно вот эти вот интегралы это действительно красивый метод из анализа для квадратного уравнения сейчас я покажу, что нужно что это а и